МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В эфире служба новостей Саров-24 в студии Лидия Шулаева. Здравствуйте! Традиционно в новогодние праздники мы вспоминаем о самых главных событиях ушедшего года. Чем он запомнился, чем отличился, чем порадовал, а может, огорчил. Все, что активно обсуждали в течение последних 12 месяцев в наших праздничных спецвыпусках. И сегодня мы вспоминаем январь и февраль 2021-го. 7 января православные отметили Рождество. Торжественные богослужения прошли во всех храмах и соборах. Накануне праздника наша съемочная группа побывала в храме в честь святых царственных страстотерпцев и побеседовала с прихожанами. Защитные маски и дистанции между прихожанами. Даже во время рождественской службы саровчане не забывали о мерах предосторожности. Коронавирус еще не отступил. Богослужение в храме в честь святых царственных страстотерпцев совершил протеерей Сергий Скузоваткин. Традиционно храм украсили к великому празднику внутри и снаружи. Возле церкви устроили небольшой вертеп. Каждый, кто спешил на службу или выходил из церкви, обязательно задерживались возле инсталляции. Светлый праздник саровчане встречали с особенными чувствами и эмоциями. С самыми счастливыми. Такой праздник волшебный. Конечно, ничего, кроме как счастья и радости, мне кажется, нельзя в этот день испытывать. С чувствами радости. С такими чувствами, что больше в этом году, наверное, ковида не будет. И все будем праздновать рождение Христа весело, радостно и забыв об этом ковиде. Как раз я везде капри болела. И я теперь так счастлива, что я сюда пришла, что я здесь была на службе. Просто необыкновенная радость. Слава Богу, жива. Слава Богу, здорова. У каждого в этот день свои традиции. Но большинство встречает праздник в семейном кругу. Собираемся все вместе со своими родственниками, с детьми. Встречаемся с детьми. Пироги печем. И застолье такое. По русскому обычаю. Ну, в этот день мы вот который год сюда приходим. Примерно в это время. Когда уже служба идет, слушаем. Катаемся на горках, заходим вовнутрь. Ну, вот такие вот у нас традиции. Крещение – один из главных христианских праздников. Согласно Евангелию, в этот день Иисус Христос крестился в реке Иордан. Считается, что крещенская вода обладает чудодейственной силой и смывает все грехи. В нашем городе Иордань традиционно оборудуют на пруду Боровом. 2021 год радует настоящими крещенскими трескучими морозами. Сейчас на улице примерно минус 21 градус. Саровчане по традиции пришли окунуться в прорубь на пруд Боровой для того, чтобы очиститься духовно и телесно. Ну, как сегодня прорубь? Холодно. Как и с морозом, да то надо. В мороз намного проще купаться. Путь теперь сложнее. Больше года было сложнее. Там теплее, чем на улице. Крещенские купания на пруду Боровом в ночь с 18 на 19 января стали для саровчан доброй традицией. Купель была готова за два часа до полуночи, а сходы к воде оборудовали перилами и резиновыми плитками. А на деревянных настилах, которыми оградили прорубь, дежурили спасатели и водолаз. Три автобуса для переодевания. Женский и мужской автобус. То есть любой желающий может прийти, переодеться, хотя бы в автобусе, искупаться, также обратно вернуться, переодеться, в соблюдении всех мер предосторожности. Также там в автобусы запускают мужские по три человека, в женские по пять человек. Ну, связано все с карьером. Подход ко льду оградили сигнальными лентами. Сотрудники специального управления противопожарной службы подсвечивали купель-прожектором. На берегу дежурили медики и наряд полиции. В первые часы зрителей оказалось намного больше, чем желающих искупаться. Ну, приходить посмотреть весело. Непосредственно купаться в проруби, если очень хочется, или если ты закаленный. Почему бы и нет? Из-за сильных крещенских морозов, желающих окунуться в проруби, оказалось не так много. За час на пруд Боровое пришло 14 человек. Крещенские купания, по традиции, продолжались до 3 часов утра 19 января. При таких низких температурах окунуться в прорубь чаще решались мужчины. Всего в этом году не побоялись морозов. И вошли в Ордань 105 человек. Лучшего воспитателя года выбрали в феврале в Сарове. Финал конкурса среди педагогов детских садов прошел в департаменте образования. Три финалиста представили на суд жюри свои проекты, провели мастер-классы и рассказали о своей работе. Кто он? Идеальный воспитатель. Супергерой, волшебник, лучший друг, вторая мама, главный вдохновитель и наставник. Все эти роли берут на себя те, кто ежедневно отдает силы, частичку заботы и тепла дошколятам. В финале конкурса «Педагог года» специалисты департамента образования выбирали лучшего воспитателя нашего города. Цель, как любого творческого конкурса, это выявление престижа профессии педагога, выявление творчества педагога, выявление его каких-то таких качеств, которые способствуют ему реализации уже вне дошкольного учреждения. Поэтому сегодня мы наблюдали, что многие участницы раскрылись совершенно с другой стороны. Финал проходил в три этапа. В первом воспитатели рассказывали о себе и своих маленьких подопечных. Во втором проводили мастер-классы. Из-за ограничений пригласить гостей на конкурс возможности не было. Поэтому на этом этапе участницы сами взяли на себя роль детей. Они попробовали арт-терапию, собрали мини-оркестр и поиграли в конструкторы. Последнее конкурсное задание – это защита моего успешного проекта. Каждая участница представляла свои проекты, которые работают непосредственно в своем возрасте, в своем детском саду. Вероника Половникова 8 лет работает воспитателем в детском саду номер 9. По словам девушки, для того, чтобы сейчас развить в маленьком человеке самостоятельность, креативность, целеустремленность и инициативность, нужно адаптироваться под современные реалии. Мы вообще стараемся идти в ногу со временем. И наше поколение деток, которое растет, им интересны все гаджеты, телефоны, планшеты. Их уже не удивишь просто рисованием. Поэтому мы старые, уже избитые приемы перекладываем на новые технологии и стараемся, допустим, преподнести тот же рисунок или театрализованную деятельность какую-то, снимать мультфильм. Жюри было непросто выбрать лучшего педагога. Победителем стала Вероника Половникова из детского сада номер 9. Второе место заняла Наталья Никишина из детского сада номер 30. Замкнула тройку воспитатель детского сада номер 41 Ольга Мартынова. В феврале актеры и зрители Саровского драматического театра стали участниками творческой лаборатории в рамках программы «Территория культуры Росатома». В течение недели приезжие режиссеры ставили с нашими артистами эскизы трех спектаклей, которые затем представили саровчанам. Неделя в экспресс-режиме и творческой атмосфере. Сотрудники Театра нации в рамках проекта «Территория культуры Росатома» организовали творческую лабораторию. Саров стал одиннадцатой точкой, куда отправились кураторы, молодые московские режиссеры, театроведы и критики. События лаборатории посетили более 500 зрителей, что стало рекордом среди всех атомных городов. Полтора года театр нас ждал, насколько мы знаем. К тому моменту, когда мы приехали, все были заряжены, все понимали, о чем идет речь, все понимали, что такое вообще проект лаборатории. Поэтому от директора театра Марина Владимировна до всех цехов театра, все активно участвовали и работали с девяти утра до десяти вечера. И, конечно же, все работали на общий результат. Молодые московские режиссеры Антон Морозов, Алексей Золотовицкий и Алексей Кузьмин-Тарасов совместно с Саровской труппой за короткий срок смогли создать эскизы новых спектаклей. К примеру, «Залечь на дно в брюге» по пьесе Мартина Макдонаха многие знают как кинокартину. Впервые на сцене театра ее поставили именно у нас в городе. У меня сейчас жизнь связана, естественно, с кино, и я ни разу не ставил сценарий на сцене, мне захотелось это сделать. И я очень, естественно, любил этот фильм, прористал, посмотрел, что, по-моему, даже нигде не было постановок, и фактически это здесь первый раз. Поэтому захотелось взять это, он хулиганский. Я, ну, вокруг нас так много серьезного, что мне так хочется похулиганить чуть-чуть. Лаборатория стала местом для творческих экспериментов. Материалы, детали и подход к постановкам менялись на ходу. Эскиз шатуны по роману Юрия Мамлеева, который показали в подвале театра, стал для зрителей, актеров и режиссера Алексея Золотовицкого выходом из зоны комфорта. Кто-то был в восторге, а кто-то не оценил черный юмор про маньяков и убийц. В каком-то смысле подстраиваться под зрителя взалечь на дно в брюге пришлось и Алексею Кузьмину Тарасову. С недавних пор нельзя использовать ненормативную лексику, а она там очень важна. Это тот момент, когда очень-очень важно. И когда мне хотелось всегда больше, не потому что хотелось, чтобы персонаж больше ругался, вот приехал, вот так надо, чернуха, а потому что это очень смешно. Это очень смешной текст. Вот в этом я себя ограничивал, а в остальном я старался максимально получать удовольствие. Эскизы лаборатории показали, что современный театр многогранен и неоднозначен. Тем и прекрасен. За неделю саровские актеры получили невероятный опыт работы с абсолютно разными постановщиками и знания на мастер-классах по речи от Светланы Ивановой Сергеевой и принципах коллективности в театрах 80-х, 90-х и 2000-х от Анны Ильдатовой. В середине января на лыжной базе прошел традиционный праздник «День снега». Для гостей праздника организовали соревнования по брумболу и конкурс на самый длинный спуск с горы. Также зрители посмотрели этап Кубка города по лыжным гонкам. Конкурс снежных фигур перенесли в онлайн-формат. «День снега» в этом году прошел в ограниченном формате. Из-за коронавируса и холода многие горожане предпочли остаться дома. Однако те, кто не побоялся прийти, окунулись в мир настоящих зимних забав. Большой популярностью пользовалась площадка, где волонтерские объединения города играли в брумбол. Это аналог хоккея, только вместо клюшек используют метла, а вместо шайбы – мяч. Все происходит на снеге, а не на льду. В такое снежное морозное утро у нас мы так активно проводим время, согреваемся, двигаемся. И соревнования проходят между командами волонтерских объединений города. Каждая игра длилась 10 минут. За это время спортсмены должны были забросить как можно больше мячей в ворота соперников. Бегать по снегу было тяжело, тем не менее азарт и хорошее настроение не покидали ребят. Сплошные падения, сплошной снег в лицо и холодно. В целом все здорово. Ну да, проиграли, все отлично. Как вообще впечатление от игры? Интересно, но сложно так это без физической формы вообще передвигаться по полю. Ну а настроение как? Ну зарядился чуть-чуть. День снега отмечают в нашем городе уже более 10 лет. В этом году праздник посвятили космосу. Тема выбрана не случайно. В апреле мир будет отмечать 60-летие со дня полета Юрия Гагарина. Всемирный день снега еще известен как Международный день зимних видов спорта. Инициатором этого праздника стала Международная федерация лыжного спорта. Поэтому, как вы видите, начинаем мы свое мероприятие со стартов лыжников, с пропаганды здорового образа жизни. Поэтому мы стараемся пропагандировать здоровый образ жизни, активный отдых и, главное, спорт, чтобы занимались ребята спортом. И граждане знали, что у нас есть высокие достижения в лыжном спорте. Конкурс снежных фигур в этом году перенесли в онлайн-формат. Участники лепили ракеты, космонавтов, звезды и луноходов в своих доворах около школ и детских садов. А фото своих творений выкладывали в сеть. Авторы лучших работ получат дипломы и памятные подарки. Два традиционных для Сарова лыжных турнира в 2021 году провели в один день. 39-е соревнования «Лыжня России» и 42-й «Мемориал Музрукова» в условиях пандемии прошли с ограничениями. Школьники состязались на своих стадионах. На лыжной базе за победу в лыжных гонках боролись сотрудники ядерного центра и воспитанники школы Олимпийского резерва. 9 лет соревнований, тренировок, сборов и все равно каждый старт – это волнение. В этот раз воспитанница спортивной школы Олимпийского резерва Яна Сабитова ставила цель минимум улучшить свой результат прошлого года, максимум победить. Внимание! На старт! Марш! Женщинам дали старт через несколько минут после мужчин. Спортсменки бежали 5 километров. Это один круг. На финиш Яна пришла четвертой. Результатом осталось довольным. Ощущение прекрасное. Прекрасная атмосфера. Вообще с погодой очень повезло на тот момент, когда мы бежали. То есть не было такого снегопада, который идет сейчас. У мужчин нагрузка была в три раза больше – 15 километров. Трасса сложная. Только на одном круге спортсменам предстояло преодолеть 8 подъемов и 8 спусков. Не обошлось и без досадных падений. Что ж, так как приткновение какой-то мостик сегодня. В этом году традиционные соревнования «Лыжня России» объединили состязаниями в рамках мемориала имени Музрукова. 42-й турнир посвятили 75-летию образования ядерного центра и юбилею первого завода. От печи цеха 21-18 сегодня был зажжен факел для того, чтобы зажечь огонь мемориала по нашей доброй традиции, которая проходит ежегодно, несмотря ни на какие катаклизмы погоды. Единственное, что обидно, это нет ведущих команд городов-спортсменов «Росатома», которые все-таки в эти ограничения у нас не смогли приехать. В условиях ограничений состязания провели в новом формате. Ученики приняли участие в «Лыжне России» накануне, пробежав дистанции на школьных стадионах. На лыжной базе соревновались только сотрудники ядерного центра и воспитанники школы Олимпийского резерва. На старт вышло 70 ведущих спортсменов на трассе повышенной сложности. Из них 50 ориентировочно мужчин и 20 женщин. Итоги соревнований подводили по возрастным категориям. Поэтому четвертое место в общем зачете стало для Яны Сабитовой золотой медалью в своей группе. Награды победителей призеры забирали сами. В условиях пандемии награждение провели бесконтактным способом. А сразу после дали старт желающим сдать нормы ГТО. Мужчинам предстояло пробежать 5 километров, женщинам 3. Заявки на сдачу нормативов подали 300 соровчан. Такими нам запомнились январь и февраль ушедшего года. Вспомнить важные для вас события и пересмотреть репортажи о них вы можете в любое удобное для вас время на нашем канале в Ютьюбе. Также все новости ищите в группах, в социальных сетях, ВКонтакте, Фейсбуке и Одноклассники. А уже в ближайшем выпуске мы расскажем, какими были март и апрель 2021-го. В студии работала Лидия Шулаева. Всего вам доброго и хороших новостей.